Бренд Denza — это совместное детище немецкого Daimler'а и китайского концерна BYD, который решил перезапуститься на родном рынке с новым кроссовером Denza X. Новинка создана из чисто китайского паркетника BYD Tank, однако над внешностью и интерьером работали дизайнеры Daimler'а. Первым на рынок выйдет подзаряжаемый гибрид. В его основе лежит двухлитровый бензиновый турбомотор. С двигателем внутреннего сгорания состыкован шестиступенчатый преселектив, в который встроен электродвигатель. Но это не всё. Бензоэлектрическая установка приводит только передние колеса, а для вращения задних установлен отдельный электродвигатель на 150 сил. Через несколько месяцев вдобавок появится чисто электрическое исполнение. У него будет один мотор, а мощности аккумулятора должно хватить на 500 километров пробега. Обе версии планируют продавать только в семиместном исполнении. Компания Kia раскрыла результаты российских продаж за октябрь. За прошедший месяц своих владельцев нашли более 20 тысяч новых автомобилей корейской марки. Благодаря этому Kia сохранила статус лидера среди иностранных брендов. Марка успешно удерживает его уже пятый год подряд. Лидером продаж в российской линейке Kia остается Rio, параллельно удерживая позицию самой популярной иномарки. В октябре на этой модели остановили свой выбор без малого 9 тысяч покупателей. В пятерку самых продаваемых Kia на российском рынке также вошли седан Optima, кроссовер Sportage, семейство Seed и городской паркетник Soul. В свою очередь продажи Sorento Prime и Cerato превысили прежний исторический максимум. За один месяц дилеры реализовали более тысячи экземпляров каждой из моделей.